По благодати через веру. Ибо благодатью вы спасены через веру. Послание Ефесянам. Я считаю полезным немного отойти от темы, чтобы попросить читателя рассмотреть первоисточник нашего спасения, то есть благодать Божью. Благодатью вы спасены. Грешные люди получают помилование, обращаются, очищаются и спасаются только потому, что Бог — милосерд. Не потому, что в людях что-либо есть или могло бы быть, а только по безграничной любви, доброте, милосердию и благодати Божией. Остановитесь на мгновение на первоисточнике. Взгляните на прозрачный поток живой воды, исходящий от престола Бога и Агнца. Ох, какая бездна благодать Бога! Кто измерит ее ширину? Кто определит ее глубину? Как и все другие свойства Бога, она бесконечна. Бог полон любви, ибо Бог есть любовь. Бог полон благодати. Самое название «Бог» происходит от слова «благой». Беспредельная любовь и благость находятся в самой внутренней сущности Божества. Люди еще не покинуты, потому что вовеки пребывает милость Его. Грешники приводятся к Нему и получают прощение только потому, что милосердию Его нет конца. Вспоминайте об этом, иначе вы можете впасть в заблуждение, направляя свои мысли слишком много на веру, которая только проводник, канал спасения, забывая благодать, которая источник и начало веры. Вера — дело Божьей благодати в нас. Никто не может назвать Иисуса Христом без содействия Святого Духа. Иисус Христос говорит, «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет Его Отец, пославший Меня». Таким образом, вера, которая есть не что иное, как приближение ко Христу, есть результат божественного привлечения. Благодать — первая и последняя побудительная причина спасения. А вера, как она несущественна, только важная часть того орудия, которое употребляется благодатью. Мы спасаемся через веру, но спасение наше по благодати. Пусть эти слова звучат, как из трубы Архангела, «Благодатью вы спасены!» Какая радостная весть для недостойных! Вера играет роль канала или проводника. Благодать же — источник и поток. Вера — водопровод, по которому течет поток милосердия, чтобы освежить жаждущих сынов человеческих. Печальное зрелище представляют многочисленные развалины, некогда красивых строений водопровода вокруг Рима. Этот водопровод не доставляет городу воды, потому что арки, на которых он покоился, разрушены, и великолепные постройки превратились в развалины. Водопровод должен содержаться в целости, если от него требуется, чтобы он доставлял воду. Так же и вера должна быть истинною и здравою, направленной прямо ввысь, к Богу, и прямо вниз, к нам самим, если она желает быть каналом милосердия, приносящим пользу. Я еще раз напоминаю, что вера — только канал или водопровод, а не источник, и что нельзя так исключительно строить на вере, ставя ее значение выше всего того благословения, которое находится в благодати Бога. Не делайте никогда из вашей веры Христа, и не думайте о своей вере, что она независимый источник вашего спасения. В том наша жизнь, если мы взираем на Иисуса, а не на свою собственную веру. Благодаря вере для нас все становится возможным. Только сила не в вере, а в Боге, на которого полагается вера. Благодать есть как бы локомотив, а вера — цепь, которую прикреплен вагон нашей души к великой движущей силе. Праведность веры состоит не в нравственном превосходстве ее, а в праведности Иисуса Христа, которую схватывает и присваивает себе вера. Душевный мир достигается нерассмотрением нашей собственной веры. Он приходит к нам от того, кто есть наш мир, до края одежды которого дотрагивается вера, и от которого вливается сила в душу. Дорогой друг, слабость твоей веры не погубит тебя. Дрожащая рука может принять золотой дар. Мы можем получить Божие спасение, если даже наша вера мала, как горчичное зерно. Сила в благодати Господа, а не в нашей вере. Великие вести можно рассылать по тонким проволокам. Весть мира Святого Духа может дойти до твоего сердца через веру подобной паутине, через веру, которая, по-видимому, не в состоянии выдержать даже собственной тяжести. Думай больше о том, на кого ты взираешь, чем о своем собственном взоре. Ты должен отрешиться от своих взоров и видеть только Иисуса и открытую в нем благодать Бога. Субтитры создавал DimaTorzok